Доброе утро, команда! Поставьте плюсики, как меня слышно. Отлично, отлично! Привет всем! Поздравляю вас с началом новой недели. У нас прошла вторая неделя каталога номер 12. И давайте посмотрим, что у нас хорошего. Я поздравляю всех новичков и тех, кто у нас только недавно присоединился к проекту. И рада за вас, потому что это один из лучших выборов в жизни. Это вы узнаете, может быть, чуть позже. Что должны делать все участники проекта, чтобы достичь желаемого? То есть выйти на хороший уровень дохода, собрать свою команду единомышленников. Нужно делать три простые вещи. Первое – пользоваться продукцией. Второе – приводить друзей. И третье – посещать мероприятия и обучаться. То есть всего три простые элементарные правила. Ребят, вот скажите, что из этого для вас может быть сложно или нереально? Есть такие вещи? Мне кажется, настолько все просто и понятно, что проще некуда. Учись постоянно, приводи друзей на скайп-встречи, к спонсору, везде, как только можно. Соедини своих знакомых со своими наставниками. И пользуйся продукцией, и помой всех своих близких. 150 баллов. Ну, 150 баллов – это же легко. Это же вообще проще простого. Кто у нас делал заказы в прошлом каталоге, ребят, в этом нужно забрать подарки. Конечно, кто-то хитренький, да, успел сделать быстро заказ и получил уже себе чайники, соковыжималки, там, кто что хотел. Кто-то не успел, но есть еще туалетные воды на складе, гели для душа. Любые подарки, мне кажется, классные. Главное, что это очень приемлемая цена. В этом каталоге вы можете получить подарок от интернет-магазина «Ламо». Да, это очень известный магазин, классные брендовые вещи продаются в нем. То есть, если вы делаете заказ на 990 рублей, то вы получаете гарантированный специальный промокод на скидку в размере 500 рублей. Интересно, где это промокод, что-то я заказ получила, а промокод пока не видела. Далее, условия конкурса. Если вы сделаете классный макияж, то есть, создадите такой интересный и неординарный образ, используя декоративную косметику «Орифлейм», сделайте селфи и выложите его в Инстаграм. Обязательно дайте свои странички в Инстаграм с хэштегом «Решетка», «Орифла», «Мэ», «Ламода» вместе пишется. И рассказ, почему вы выбрали именно такой образ, какие продукты «Орифлейм» помогли его создать. И станьте одним из пяти обладателей суперприза, сертификата на сумму 5000 рублей. Ну, это вообще классная вещь, конечно. Представляете, на 5000 рублей вы можете взять какую-то обалденную вещь, а может быть и две. И у нас 24 августа в 11.00 по московскому времени состоялся вебинар. Ребят, кто был в режиме онлайн, смотрел или смотрел записи новости, которые потрясли, мне кажется, вообще мир «Орифлейм», потому что соцсети зашуршали, зашумели, понеслась информация по всему миру, бурная информация и бомбовая новость. Это конференция для менеджеров. Ребят, это ситуационная конференция. Вы знаете, что в плане успеха это не прописано. Это дополнительно компания делает. Может быть, на следующий год уже не будет такой возможности. Вы знаете, ну вот практика показывает. Первый год мы ездили в Египет. Это была такая для нас акция «Вызов». В этом году мы летим в Сочи. На следующий год мы можем с вами полететь в Болгарию. Осенью в 2017 году. Это шикарную страну Болгария. Ребят, вот скажите, кто хотел полететь в Египет и не полетел? Были такие, что вы говорили, я полечу, я хочу, я все сделаю? Были, да? Кто хотел квалификацию пройти на Сочи? Да, там даже была вторая волна, когда можно было поднажать и еще и на Сочи. Кто хотел, но не сделал? Были такие? Были. Ребят, и сейчас еще один вызов. 50-летие Ари Флейм – это будет лучшая конференция, поверьте мне, потому что это будет день рождения. Это будет конференция приравниваться по уровню к золотой конференции, понимаете? И сейчас опять же будет часть людей, которые захотят и которые не захотят. И часть из тех, которые захотят, конечно же, выполнят условия конференции. Но для этого нужно выполнить несколько таких моментов классных. Первое – это вот прям возбудиться и захотеть. Почему можно полететь в Болгарию, скажите мне? Почему? Что там может быть привлекательного для вас? Я вот по лазеру картинки посмотрела, в интернете у меня слюник вообще до колен. Желание такое бешеное появилось туда съездить, тем более вместе с компанией путешествия самые интересные. Но самое классное, что на следующий год уже, может быть, не будет конференции менеджерской, понимаете? То есть компания отпразднует 50-летие, и будут какие-то новые акции, а путешествий для менеджеров не будет. Это единственная вообще в мире компания, которая проводит конференции для менеджеров, то есть для лидеров такого начинающего уровня, понимаете? Да, Болгария оказалась невероятно красивой. У меня есть одна знакомая, которая часто ездит, то есть она, в принципе, только в Болгарию ездит. Она говорит, а что еще нужно? Тут есть все, и красота, и потрясающий этот берег, пески золотые Болгарии, это розы, это гостеприимство, это чистота, да, европейский уровень, это все очень красиво, круто, очень много есть чего посмотреть. И вы знаете, ребят, тут можно путешествовать, можно, вот реально, просто пойти, купить билеты, уехать в любую точку планеты. Но, поверьте мне, вы никогда в жизни не сможете себе организовать такой отдых, как это делает Арифлейн. Я это знаю не понаслышке. Я была в Швеции с Арифлейн на золотой конференции, была в Египте, да, сейчас полечу в Сочи, мы с Мишей летим в Сочи, и мы были на банкетах, вы знаете, я никогда, нигде не видела, не слышала, слышала, чтобы вот такого масштаба, такого грандиозного вообще уровня, фантастически, вы знаете, вы каждую минуту, каждую секунду там просто будете фонтанировать. Вот у нас Маша есть в комнате, можете ее засыпать вопросами, потому что мы с Машей были в Египте вместе в прошлом году. Это, ну, это нереально круто. Я думаю, что Болгария вас покорит просто раз и навсегда, и вы просто влюбитесь в этот бизнес, в эту компанию. Для чего еще нужно туда ехать, ребят? Ну, скажите честно, вот есть люди, которым вот близкие, знакомые отказывают и говорят, ой, да хватит столь, да куда ты лезешь, да это все лохотронно, да тебя, да, там разведут и бросят, по матросе ты бросят. Есть такое? Есть. Даже, да, бестолку спрашивают, потому что я и так знаю, что и меня тоже так говорили, отговаривали, и вас тоже наверняка знакомые, и близкие, очень близкие, это особенно тяжело переносить, когда близкие не верят, крутят у виска. И именно поэтому нужно квалифицироваться, съездить, привезти оттуда видео, фотки, впечатления, эмоции. И знаете, просто огромную жирную улыбку от уха до уха, да, победителя. Именно победителя, то, что вы, вы это сделали, и несмотря на то, что никто не верил, да, оказалось, что это все правда. Вот именно вот это доказать всем и показать своим примером, что это работает. Потому что когда вы покажете себя в этом, да, когда ваша знакомая увидит, что у вас получилось, у вас, у простых мамочек, домохозяек, бухгалтеров, там, я не знаю, маляров, плотников, уборщиц, я просто не знаю, кто вы, кем работаете, да, там. Ребят, самое главное, что они поверят, что любой человек с любого уровня может стартануть в этом бизнесе. Кто, вот кто вот сейчас на себя сидит и думает, может быть, вы поменяли мнение, вы, может быть, думали, ой, это не для меня, я, наверное, не поеду. А кто сейчас думает, что я поеду, да, я, наверное, поеду. Вот какой должен быть план действий? Первое, сделать выбор, потом прописать план действий и просто четко следовать плану. Давайте этим займемся сейчас. Первое, сделайте выбор, да или нет, едете или не едете. Прямо напишите в чате сейчас, да или нет, мне интересно, кто для себя сделал такой выбор. Мы все фиксируем, сейчас сделаю запись с планерки. Первое, это выбор, потому что это самое главное, потому что если нет, то нет, нечего рыпаться, да, ничего не получится, если вы сами не разожгли в себе буйное желание. Поэтому первое, это да или нет, прям в чате пишите. Если сомневаетесь, ну и не надо, пишите нет, ничего страшного, ребят. Я знаю очень много людей, которые, ну, не хотят и потихонечку просто ковыряются, делают в своем темпе. Как бы, ну, получится классно, нет и нет. А знаете, у кого получается, кто прям горит и не перегорает? Человек не перегорит только в том случае, если он понимает четко, что нужно делать и для чего. Да, у нас два человека сказали да, поехали. И что вам нужно делать? Прописать план действий. И первый пункт, первый, это сделать загранник. У кого, ребят, есть загранник, а у кого нет, поставьте в чате. Потому что если вы хотите поехать за границу, а у вас нет загранника, вот у нас, да, в Египет в прошлом году многие не полетели просто потому, что у них не было загранника, и это так сложно сделать, есть, есть. Нет, первый пункт, это прямо сегодня подать документы и сделать загранпаспорт. Это будет заявка вселенной, да, то, что вы себе пишете. Первая печать, первый штамп в заграннике будет Болгария. Болгария с Арифлейм. Вот это первое, что вы должны для себя запланировать, потому что именно вот эта вот визуализация и понимание, да, вот этой идеи, да, что должно быть, как должно быть, только при наличии вот полного сбора действий. А загранник это первый шаг, потому что если у вас его не будет, вы никуда не полетите. Прописали план действий, да, мы по шагу сейчас разберем, и просто потом четко следовать плану. Давайте сейчас напишем план, в чем он заключается. Смотрите, пишите себе на листочках все. Квалификация началась уже в 12-м каталоге, закончится в первом каталоге в январском 2017 года. Это будет, кстати, очень коварный каталог, поэтому именно сегодня я могу сказать вам, что первый каталог, это каталог, когда люди отдыхают, расслабляются, чумятся, поэтому нужно сейчас заранее с запасом, да, сделать рывок. Смотрите, что нужно будет вам сделать. Да, вот первое записали, что квалификация уже началась. Если к вам пришли люди в каталоге номер 12 и говорят, мы хотим в Болгарию, для них квалификация начнется с 13-го. То есть, ребят, каталог регистрации – это разминка, научиться распознать все, и для них отчетность идет со следующего каталога. Далее. Да, Миш, не забудь, кстати. Далее. Вы себе записываете. Например, если вы совсем-совсем новичок, прям новичок, вы только пришли от 0 до 6%. Кто у нас? Поставьте в чате пятерочки. Вам что нужно сделать? Смотрите, вам нужно достигнуть уровень 15%, держать его 4 каталога. 4. То есть, у нас с вами получается 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 1. Всего 7 каталогов. Всего 7. А нужно 4 из этих 7, и в последнем обязательно держать уровень 15% с отрывом от ниже стоящих менеджеров. Мы сейчас это разберем. То есть, и вам нужно выполнять условия по квалифицированным рекрутам. То есть, запишите себе, что вам минимум в каждом каталоге нужно делать 3 квалифицированных рекрута. Сейчас запишите, мы разберем, что это. То есть, ваш план 4 раза, включая первый каталог, обязательно быть на 15%. Минимум 3 кюрекрута делать в каталог. И суммарно за 7 каталогов у вас их должно получиться 40 человек. Записали? Личный заказ обязательный на весь период квалификации, начиная с 12 каталога. Должно быть 150 баллов. Все записали? Если ваш уровень 9%, то вы себе записываете вот эти данные. Выйти на 18, тоже держать 4 периода. И в первом быть обязательно на 18. 4 кюрекрута – это ваш минимум. Суммарно 55. Личный у всех всегда одинаковый. 150. Если вы стартовали, то есть, ваш максимальный уровень за всю историю Арифлейм был 12%, то вам нужно стать старшим менеджером. И это, кстати, с 12 до 22%. Всем нужно быть на уровне старший менеджер только по количеству. Смотрите, если с 12 или с 15% 3 каталога держать уровень, если с 18 или с 22%, то 5 каталогов. Ну, и если были старшим менеджером, то тоже 5 каталогов. То есть, да, ваш план. Первым обязательно быть старшим менеджером. И по кюшкам у вас тоже разные планы. Если с 12, то 5 человек себе записываете. Если с 15, 6, 7, 8, да, по нарастающей. И по суммарному вы себе тоже все записываете. Ребята, вот это очень важно. Чтобы вы четко знали, какой уровень нужно, сколько каталогов. Сколько минимальный кюрьек. Например, смотрите, вы в 12-м сделали минимум 3, да, вот свой уровень. А в 13-м сделали 2. Ребята, вы вылетите из программы. То есть, больше можно, меньше нет. Это понятно по статье плюсики или минусы. То есть, вы себе сейчас основные критерии записали. Далее, что мы должны с вами сделать. Берете, первое понимание должны освоить. Что такое отрыв. Что такое отрыв. Потому что, если, смотрите, если вы на 15% и под вами активный менеджер тоже вышел на 15%, то считайте 15 минус 15. Сколько? Ноль. Правильно? Отрыва нет. Если вот в этой ситуации, то есть, 15 вы, и под вами один менеджер на 9, другой на 12. То есть, вы отнимаете, есть какое-то значение. Да, любое, больше трех. Три, шесть и так далее. То есть, если отрыв есть, то вы проходите квалификацию. Если, как в этом случае, то не проходите. Это понятно? Поставьте восклицательные знаки. То есть, вы должны следить, чтобы у вас ветки по товарообороту были примерно равные. То есть, мы строим сразу две веточки и следим за их наполнением. Если одна перевешивает вот так сильно, а другая там вообще на 3-6%, ребят, это нам не подходит. Вы должны срочно, значит, добавить в эту веточку людей побольше, раскочегарить, и чтобы у вас все уравновесилось. Если же под вами человек вышел на 15%, круто, радуйтесь, но вам тогда нужно будет выйти на 18%, чтобы выполнить квалификацию. То есть, если в каком-то из каталогов, когда вы выполняете квалификацию, вам нужно будет 4 раза держать уровень с отрывом, если под вами выходит менеджер на 15%, то вам нужно отследить, чтобы вы поднялись еще на ступеньку выше. То есть, у вас должен быть отрыв. Понятно или нет? Если есть вопросы, пишите. Если нет, я дальше двигаюсь. Смотрите, как просто. Всего нужно расписать себе план в табличке. Смотрите, чтобы понимать. То есть, ваша задача держать процентный уровень 4 каталога. Раз, два, три, четыре. Например, у вас 12, 13, 14 и 15 для того, чтобы набрать вот тут вот силищу, вот в этих периодах, и в 15 завершить каталог на уровне 15%. Понятно? Надеюсь, да, тут все просто я объясняю. То есть, в 15 вы выйдете на уровень 15%. Легко запомнить, с 15 на 15. Записали. Товарооборот – это примерно, ой, это 3000 баллов от 3 и выше. Примерно 90 тысяч рублей товарооборот. Понятно? То есть, вы четко знаете, что это вам, значит, 90 человек с заказами по 1000 рублей, или 45 человек с заказами по 2000 рублей, или 30 человек с заказами по 3000 рублей. Понятно, как считать? То есть, знаете, чем вы в команду набираете людей более таких втянутых, вовлеченных в процесс, если вы умеете вкусно объяснять про стартовую программу, вовлекать людей вообще в процесс рабочий, чтобы они не только, да, вот стали кюшкой, прошли первый шаг и ушли, забрали подарок и говорят, ну все, у меня денег нет. Если вы вовлекаете людей, и они понимают, как собирать заказы, легко и просто, чтобы иметь дополнительный доход и все бонусы от компании, если вы вовлекаете их в процесс работы, то есть, учите их рекрутировать, создавать свои команды, выходить на более высокий доход, тогда у вас все время будет рост. Если же человек, у вас, человеки раз пришли, сделали 100 баллов и ушли, то вам постоянно придется восполнять, да, заменять этих людей на новых. Поэтому максимально работаем с командами. Принято? Поставьте пятерочки. То есть, смотрите, в итоге, да, вы должны в первом каталоге быть на 15% с товарооборотом 3000 баллов, то есть, где-то 90 тысяч рублей, то есть, вы можете ровненько держать этот уровень, можете расти, это уже как у вас пойдет, но это минимум, который вы должны делать 4 каталога подряд. 15, 16, 17, 1. Личный заказ всегда 150 баллов, всегда. Отрыв должен быть в период, когда вы показываете квалификацию, да, вот вы видите. 4 раза вы выходите на 15%, обязательно должен быть отрыв. Если под вами пятнашка, то вам, например, в 17-м кто-то под вами вышел на пятнашку, значит, вам нужно показать здесь уровень 18% будет. Надеюсь, вы это поняли. Кюрекруты. Ой, я написала 4-х, но вообще вам нужно от 3-х минимум, от 3-х, но вы делите 40, разделите на 7. Сколько получается? 40 на 7. У кого под рукой калькулятор? То есть, у вас суммарно должно быть сколько? 40. 5-6. То есть, например, вы стартанули, вот в 12-м каталоге вы только начали, вы неопытно сделали здесь 3 кюшки. А в 13-м вас уже стало больше, сделали 4. В 14-м сделали, например, 5 или 6 кюшек, то есть, народу больше, ключиков больше становится. А в 15-м делаете уже 7, да, и по нарастающей пошло-пошло. Главное, чтобы когда вы все просуммировали, может, тут уже 8 будет, 8, 8 и так далее. То есть, ваша задача, чтобы вот здесь вот все вместе, вы когда сложили, получилось 40. И запомните, что минимум 3. Меньше нельзя, потому что если вы сделаете в каком-то из каталогов всего 2 кюрекрута, то вы покидаете, к сожалению, программу. Все, разберем теперь, кто такой кюрекрут. Ребят, это человек, который в течение 21 дня с момента регистрации суммарно разместил заказов на 100 баллов. Суммарно. То есть, он, может быть, пришел в первую неделю, сделал заказ на 10 баллов. Да, пока получил, получил каталоги, рассмотрел все, попробовал, понюхал, потер странички, пошел, показал друзьям, знакомым, и следующий заказ сделал на 30. А потом еще на 60. То есть, суммарно у него получилось 100. То есть, ну, главное, в рамках 21 день, прямо с момента регистрации. Например, сегодня регистрируется, пошел отсчет. То есть, сегодня уже первый день пошел. Заканчивается квалификация по стечению 21 дня в 12 вечера по Москве. Сам себе не засчитывается, по-моему. Вот, честно, не помню. Может быть, и засчитывается, кстати. Надо посмотреть условия. Потому что в какой-то программе было, что сам себе в зачет шел. На Сочи, да, засчитывался, а на Египет, по-моему, нет. Может быть, и здесь. Я, честно, не смотрела такой нюанс, но надо его посмотреть. Потому что было бы достойно, чтобы допустили. Ребят, что делают эти люди, у кого 9% тут стоит? Все то же самое, только вы свои цифры расписываете, вешаете себе этот план перед глазами, чтобы он у вас был на рабочем столе, перед глазами, в ежедневнике. Да, и вы пишете план, а когда прошел каталог, вы вот так вот отчеркиваете, пишете, ой, вот так, по факту. Но пополам делите, я всегда так проще. Или рядом графу план-факт, план-факт. Вы себе все расписываете, кому надо, конечно, да, никого не заставляем. Как говорится, Болгария делала добровольное. Кто хочет, тот едет, кто не хочет, тот, пожалуйста, да, отдыхайте по своему плану. Далее, что вы делаете? Давайте посмотрим. А, про стартовую программу. Ну, новичкам рассказывайте про стартовую программу, объясняйте им, как получить все эти подарки. И обязательно скажите такой нюанс, что когда вы сделаете первый заказ, вам добавится регистрационная плата 149 рублей. А если вы первый шаг пройдете, то вам эта плата вернется. Да, она в подарок вам возвращается на счет. Очень удобно. Какие вопросы есть у вас по квалификации на Болгарию? Ребят, есть вопросы или нет? У кого получилось себе расписать план? Помните, что вы всегда смотрите, если вы когда-то выходили на какой-то уровень, и сейчас вы, может быть, упали по каким-то причинам, то вы себе ставите план, учитывая свой максимальный уровень достижений за всю историю сотрудничества с Reflame именно на этом номере. То есть, если вы, может быть, кто-то раньше регистрировался, это уже не считается, а именно сейчас, с момента регистрации, действия последнего номера. Если вопросов нет, поставьте себе пятерочки за отличные уроки математики. А сейчас мы сделаем прям перерыв, наверное, прям минуточку. Сейчас я вам слайдик включу. Прям минуточку перерыв. Я загружу слайды, и я вам сейчас напомню, что у нас сегодня семинар. Я расскажу, как быстро сформировать ключевую команду, набрать быстро людей. И в 14 часов будет презентация, на которую надо, нужно, можно, обязательно приглашать людей, всех своих знакомых. Потому что презентация очень круто воздействует на людей. Такая классная визуализация идет.